Мы пришли на пике, как жители поселка Новорудного. По проблемам, по холодной горячей воде, во-первых, нету горячей воды в поселке с 1 мая по сегодняшний день. Холодная вода летом не подается, практически не доходит, потому что утечки большие. И слабая, наверное, сосная, я не знаю почему, по каким причинам нет. Потом, после пятого дома, у нас есть шестой дом, в котором коробка стоит 25 лет. Там бегают дети, там живут бомжи, там когда-нибудь кто-нибудь, какой-нибудь ребенок разобьется, потому что бесходный он. Никто там ничего не сторожит. Потом у нас два котлована. Один котлован напротив клуба, юность, тоже когда-то планировался там строить дом. Там тоже бегают дети, любой ребенок может провалиться. И на месте старой больницы. Оттуда идет канализация, и там болото, считай. Антисанитарийная, как говорится, ситуация. Вот, у меня вот эти вот больше всего... И детские площадки. С ребенком негде играть. С нашими детьми негде играть. Вот наши проблемы. Вот вы решили провести митинг перед зданием администрации. Кем? Администрация, поселка не является юридическим лицом. Она структурное подразделение администрации города. Это равносильно, что в данный момент я мастер цеха. Ну, государственный законодатель считает, что надо. Ну, правда такова, что сегодня задолженность за коммунальные услуги 4,5 миллиона. Ежегодно работала комиссия от прокуратуры. Что-то проверено на местах. Ну, что вы сейчас там? Казубийские, в которых людей нет, уже... Ну, долги-то остались. Ну, я что-либо... Пусть Сергей Степанович расскажет. Вот она, ваша схема с теплоснабжением. То есть, на сегодняшний день она очень неэффективна. Это понятно всем. Потому что котельная, промышленная котельная, которая 70% тепла отдавала промышленному производству, на сегодняшний день, сами знаете, да, что этого промышленного производства нет. И поэтому... Ну, в принципе, я вот дам... Ну, в принципе, прояснится. Ну, раньше, если вот, как надо было заниматься, потому что мы уже 4 года сидим без воды. Почему к нам интересует... Уважаемые односельчане! Давайте я кричать не буду. Да, если интересно, послушайте. Пожалуйста, не перебивайте, потому что я все равно всех не переключу. Я расскажу, значит, что и как происходит. Ну, сначала, во-первых, вот. Многие требования абсолютно... Я с вами согласен. Меня тоже не устраивает дорога. Я, наверное, по ней чаще езжу, даже, чем многие здесь стоящие. Но давайте, если мы хотим, чтобы в поселке было уютно и чисто, кто из здесь собравшихся что-то проявил? Давайте смотреть, да? Мне вот, когда говорят, что уже кого ничего не делает, мне обидно за коллектив, который стоит за моей спиной. Ведь это не мы выбиваем двери в пятом доме каждое лето. Это не мы мусорим в подъездах, секунду, дайте мне договорить. Это не мы мусорим в подъездах, не мы исписываем стены. Это не мы бросаем мусорные пакеты или пивные бутылки. Субтитры создавал DimaTorzok